Черноморский подводный мир на расстоянии вытянутой руки. Шестеро детей погрузились на глубину двух метров в сопровождении инструктора в рамках акции о доброй традиции. Как это было, расскажет Мария Горбунова. Есть слово. 11 килограммов снаряжения на плечи, затем проверка исправности баллона, GoPro на грудь и вперед под воду. Это событие Станислав ждал с нетерпением, поэтому ни страха, ни сомнений не было. Я просто очень долго об этом мечтал, целый год. Каждый день его просил, и поэтому вот сбывается моя мечта. Я посмотрел несколько видео в ютубе и увидел, как там ныряют, всякие драгоценности находят. Я просто хотел понырять, подумал, каково это. Подержать юных дайверов, которые впервые погрузились на двухметровую глубину, пришли родители. Мы не переживаем, он занимается спортом, поэтому у него есть свои и в другом плане достижения. Ничего страшного, он же мужчина будущий, правда? Все же хотят себе потом мужья воина, вот мы так его и воспитываем. Главное не паниковать, не паниковать, а слушать инструктора. Все будет нормально. Это как в обучении. Слушать учителя, все будет хорошо. Юрий с детьми работает почти два десятка лет. С юными дайверами ответственность двойная. Дайвинг – это действительно экстремальный вид спорта, но в том плане, что надо очень четко выполнять инструкции. Если инструкции ты нарушаешь, это сразу перестает быть кайфом, уже наступает острый экстрим. Пройти инструктаж, погрузиться под воду и увидеть черноморский подводный мир своими глазами дети смогли в рамках благотворительной акции от общественной организации «Добрые традиции». Мы находили под камнями крабов, мы нашли красивых рыбок. Это прикольно осознавать, что над тобой два метра воды еще, и то, что под тобой дно, и не везде оно, не везде куча водорослей просто сплошных, а еще где-то из песочек, где бегают крабики, такие вот крупненькие. От восторга перехватило дыхание почти у каждого, кто погрузился под воду, поэтому в будущем заниматься дайвингом дети планируют уже на постоянной основе.